18 апреля Исполнительный комитет Конгресса США по делам Китая провел заседание на тему применения уйгурских законов о предотвращении принудительного труда и его влияния на глобальные цепочки поставок. Председатель исполнительного комитета по делам Китая Палата представителей США Крис Смит заявил на встрече, что китайское правительство объявило войну уйгурскому народу. На слушаниях присутствовали Анасуя Сиам, директор по правам человека и торговой политики Юридического центра по борьбе с торговлей людьми, Кит Конклин, сотрудник Центра геотехнологии Атлантического совета и Эльфидар Ильтбир, президент Американской Уйгурской Федерации. Профессор Лора Мерфи, следователь прав человека и современного рабства в Центре международного правосудия Хелена Кеннеди при Университете Шеффилл-Халам в Великобритании дала показания онлайн. Согласно китайским новостям, от 17 апреля Бюро кибербезопасности Министерства общественной безопасности Китая начало 100-дневную специальную борьбу под названием «Борьба со сплетнями в интернете для эффективного очищения онлайн-среды». Судя по всему, в последнее время в интернете усилились различные реакции и контр-дискурсы из-за давления Китая, особенно на жителей Восточного Туркестана. Председатель Комитета по делам Китая Конгресса США попросил о посещении Восточного Туркестана без каких-либо ограничений. По сообщению Fox News, председатель Исполнительного Комитета Конгресса США по делам Китая Крис Смит направил Си Цзиньпиню письмо, пояснив, что возглавляемая им делегация запрашивает визы для посещения Восточного Туркестана без каких-либо ограничений. Китайский инженер в Пакистане разозлил граждан, оскорбив исламскую религию. После того, как оскорбленные граждане написали заявление, китайц был привлечен к ответственности. Инженер по имени Тиан, который отвечает за тяжелую технику от имени Чайна Гисхоба Групп Компани в проекте гидроэлектростанции ДАСУ на севере Пакистана, столкнулся с полицейским расследованием в результате официальной жалобы, поданной в полицию двумя пакистанскими водителями мусоровозов. Заключение по делу будет подготовлено судом. Президент Казахстана Касым Жумер Такаев констатировал, что в мире происходят серьезные перемены. По этой причине особое внимание следует уделить укреплению внутренней безопасности, обороноспособности, повышению авторитета Казахстана и всей Центральной Азии на международной арене. Такаев провел совещание с высшими эшелонами государства по вопросам социально-экономического развития страны. Население ведущего производственного и экспортного центра Китая провинции Гуандун на юге страны сократилось впервые с 1978 года. Согласно новым статистическим данным, рождаемость в стране упала до 6,77 на тысячу. Это самый низкий уровень с тех пор, как начали вести национальный учет. Увеличиваются человеческие жертвы в результате пожара, вспыхнувшего в больнице Чан Фэн в Пекине, столице Китая. Власти сообщили, что число людей, погибших в результате пожара, увеличилось с 21 до 29. В то время как 39 пострадавших в результате пожара находились на лечении, стало известно, что состояние 18 пострадавших оценивается как тяжелое. Отделение в больнице, где произошел пожар, было закрыто, амбулаторное обслуживание приостановлено. Субтитры создавал DimaTorzok